Друзья, всем привет! Приветствую на своем канале. Меня зовут Юрий Романенко. И этот ролик в том числе пойдет моим польским зрителям на моем канале Романенко Польска. И я хотел бы поговорить сегодня о такой ситуации, которая сегодня есть в Украине на польских отношениях. И она связана с непониманием многими украинцами, почему Польша в этом конфликте, в войне между Украиной и Россией занимает двойственную позицию. С одной стороны, Польша всячески нам помогает, а с другой стороны, многие украинцы хотят, чтобы она помогала еще больше. И вот сегодня утром россияне опять нанесли очередной ракетный удар по Украине. Они вообще в принципе в последние дни активизировались. Вчера был большой удар по Полтаве, где погибло 57 человек и более 200 были ранены. Сегодня с утра был нанесен удар по Львову, где погибло 7 человек, включая практически целую семью с тремя детьми. И несколько десятков человек были ранены. И ночью Польша поднимала свои истребители, активизировала свою ПВО для того, чтобы предотвратить возможное пересечение государственной границы между Украиной и Польшей российскими ракетами. Соответственно, многие украинцы говорят, ну раз Польша активизировалась, активизирует свою систему ПВО, то почему она не может сбивать эти ракеты? Ха-ха-ха, поляки трусливые, Польша боится перейти вот эту вот черту. Хотя мы знаем, что среди польских политиков идет дискуссия относительно того, что Польша и другие страны НАТО, которые граничат с Украиной, должны применять системы ПВО для того, чтобы сбивать российские ракеты, потенциально угрожающие этим странам. И, как мы знаем, на протяжении последних двух с половиной лет широкомасштабной войны в Украине в ту же самую Польшу неоднократно залетали и ракеты, и дроны. И, собственно, вот этот вызов российских ударов, обоснованных либо необоснованных, кто знает, что Россия на голове, он, в принципе, все время давлеет над руководством Польши. Поэтому поляки, они как раз наиболее активны в продвижении этой темы, что НАТО в конце концов должно решиться и начать применять системы ПВО для того, чтобы помогать Украине отбивать атаки и для того, чтобы самим обезопасывать свою территорию. Но в НАТО боятся, опасаются таких действий. И как раз вот на прошлой неделе была полемика на этот отсчет. И, собственно говоря, видно, что большинство стран НАТО не поддерживают эту идею. И, тем не менее, несмотря на то, что поляки являются как раз активными адвокатами вот этой вот идеи вовлечения НАТО в обеспечение более, так сказать, плотного прикрытия границ стран НАТО, граничащих с Украиной, и, возможно, и в разворачивании, скажем так, ограниченного зонтика на территории Украины, который бы позволил часть западных областей Украины прикрыть ПВО. И вот, несмотря на все это, в Украине существует такое абсолютно ложное, по сути и по форме, убеждение, что поляки трусливы, что Польша, вот она опасается. А, собственно говоря, почему Польша не должна опасаться войны с Россией? Любое ответственное государство, которое находится вот перед таким вот вызовом в лице России, которое находится у границ, и которое постоянно производит те или иные угрозы, и относительно Польши в том числе, неоднократно Россия делала такие угрозы. И, как мы знаем, в истории Россия неоднократно воевала с Польшей, оккупировала Польшу. Так вот, Польша в этой ситуации, конечно же, относится очень серьезно, во-первых, к угрозе войны с Россией, а во-вторых, она пытается избежать этой войны, потому что, ну, на ее месте это абсолютно рациональная стратегия. Любым способом избегать войны до того момента, пока это возможно. И, собственно говоря, претензии Украины, они в какой-то степени выглядят глупыми, а в какой-то степени даже циничными. В то время, когда в Украине десятки миллиардов гривен, миллиарды долларов расходуются абсолютно на бессмысленные какие-то вещи, на откровенно коррупционные вещи, ну, как, например, я неоднократно поднимал этот вопрос, парламент не смог принять закон, который бы взымал дополнительные налоги с финансового сектора Украины, с банковского сектора Украины, который, видите, правда, который ежегодно зарабатывает порядка 100 миллиардов гривен на облигациях внутреннего займа. И, как мы знаем, на прошлой неделе парламент украинский фактически провалил голосование о том, чтобы облагать большими налогами эти доходы украинских банкиров, потому что банковская мафия в Украине очень сильна, она лоббирует свои интересы. И, по сути, государство, которое под высокие ставки, значит, под высокие процентные ставки продает облигации внутреннего займа, депозитные сертификаты НБУ и тем самым дает возможность банковскому сектору паразитировать вот на этой теме год за годом, потому что это было и до войны, и при Порошенко, мы помним, с 2014 года, эта тема активно начала разворачиваться и стала пылесосом, который убивает экономику Украины, с одной стороны, а с другой стороны, не дает производственному сектору, в том числе и военно-промышленному комплексу, нормально развиваться, потому что зачем вкладывать деньги в производство, когда ты можешь, вложив, ну, условно, 1 миллион долларов, получать 200 тысяч долларов в год годовых, там, 20%, 15% годовых, там, ставки то поднимаются, то уменьшаются, но плюс-минус суммы где-то такие, около 15-20%, и, соответственно, где вы в мире найдете такую гарантированную государство-моржу, на которой можно прекрасно жить. Так вот, наше украинское государство, оно не может решить вопрос финансирования войны, постоянно жалуется, что ему не хватает ресурсов, что, господа, наши западные союзники, дайте нам еще больше ресурсов. Наш премьер-министр Шмыгаль говорит о том, что Запад должен дать 50 миллионов долларов в Украине и не должен задавать вопросы, куда Украина тратит эти ресурсы и на какие программы, что, ну, абсурдно само по себе, потому что западные правительства, польское в том числе, они подотчетны своим гражданам, и граждане стараются спрашивать каждую копейку, потому что это их налоги, которые они хотели бы, чтобы тратились, в первую очередь, на защиту интересов этих граждан, этих стран. И, конечно же, вот эти вот коррупционные желания нашей украинской элиты, которая, с одной стороны, постоянно паразитирует на теме войны, а с другой стороны, абсолютно, ну, практически ничего не делает для того, чтобы уменьшить свои траты, уменьшить свое стремление к роскоши, начать экономить, уменьшить коррупцию, в конце концов, и тратить деньги на самое необходимое, ну, прежде всего, на военные технологии, на военное производство для того, чтобы Украина отбилась от России. И вот на этом фоне Украина предъявляет массу претензий к, да, ко всем, к Соединенным Штатам, к Польше, к Германии. И при этом Украина не может сделать элементарную вещь, например, в отношениях с Польшей признать, даже не вопрос признания, потому что, в принципе, соответствующие заявления там делались нашими политиками, запустить процесс эксгумации жертв Волынской трагедии, Волынской резни, как ее называют в Польше. Ведь в сложившихся условиях, да, в принципе, в любых условиях, Украине это ничего не стоит, чтобы поляки провели эксгумацию жертв, десятков тысяч жертв, которые в 1943 году погибли во время трагических событий, когда и с украинской стороны погибло, там, тысяч 15-20 человек, и с польской стороны погибло около, там, 50-60-70 тысяч, точно никто не знает. И до сегодняшнего момента эти жертвы, этой, по сути, гражданской войны, которая происходила на территориях бывшей Речи Посполитой, под немецкой оккупацией, по сути, этот вопрос не был закрыт, по сути, эти жертвы не были захоронены нормально. И поэтому, если Германия проводит в Украине эксгумацию останков солдат вермахта, которые воевали против Советского Союза на территории Украины, то почему мы не можем это сделать относительно Польши? И поэтому, когда украинские политики и украинское общество, благосфера, они требуют от поляков, чтобы поляки начали подвергаться риску, чтобы они втянулись в потенциальную конфронтацию с Россией, потому что у нас говорят, да что там, ну подумаешь, чего они боятся, начнут сбивать ракеты, а Россия вдруг ответит, ну так это же риск. А если Россия действительно ответит, если Россия нанесет удары. И польские политики, и польское общество, как люди, ну в целом здравомыслящие, они, конечно же, не хотят такого сценария. Более того, они прекрасно понимают, что Польша не готова к лобовому столкновению сегодня с Россией. Особенно глядя на нерешительное НАТО, глядя на тот раздрай, на те противоречия, которые сегодня есть среди членов Североатлантического альянса, и, собственно говоря, их поведение целиком рационально, потому что Польша не хочет оказаться в ситуации, как Украина, быть предоставлена самой собой, самой себе, в войне с противником, который ресурсно превосходит в разы свою жертву. Значит, не хочет оказаться неподготовленной, и поэтому Польша начала масштабную подготовку к такому конфликту, масштабную программу перевооружения, которая включает в себя затраты на десятки миллиардов долларов, закупку десятков вертолетов Апач, сотен единиц бронетехники, танков, бронетранспортеров, в том числе из Южной Кореи, самолетов из Южной Кореи и Соединенных Штатов Америки. То есть Польша делает ставку на то, что она должна хорошо подготовиться на случай, если Россия полезет на нее, и начнется война. И я хочу особенно акцентировать, что Польша закупает это оружие, она не просит его безвозмездно передать в пользование, как это делает Украина. Польша покупает сотни хаймерсов в Соединенных Штатах, для того, чтобы гарантированно иметь систему военную, которая бы позволила наилучшим образом защитить ее интересы. И в этих условиях со стороны Украины крайне глупо смеяться над опасениями поляков, что они не спешат ввязаться в эту войну. Да, Украина, я думаю, действовала бы на их месте точно так же. Более того, почему Украина, находясь 2014 года, имея остатки ракетостроения, остатки авиастроения, остатки военно-промышленного комплекса, который был во времена Советского Союза очень мощным, почему Украина с 2014 по 2022 год не смогла построить элементарное производство беспилотников, танков, бронетранспортеров, поставить это все на поток, и при этом требует, чтобы ей постоянно оказывали помощь, но это большой вопрос. Более того, самое же смешное и трагикомичное, что Украина не сделала это спустя 2,5 года войны. Украинская экономика не мобилизована, она работает по принципам мирного времени, несмотря на всю сложность ситуации, несмотря на все те трагедии, через которые прошел украинский народ. И в этой ситуации я просто призываю украинцев ну здраво смотреть на происходящее и вытащить бревна в своих глазах, которые не позволяют это настоящее и эту ситуацию видеть рациональным и в рациональном и здравом смысле. Потому что чем дольше мы будем сохранять вот эти вот предубеждения, чем больше мы будем просить у наших западных партнеров и союзников вооружения, либо какую-либо помощь, но при этом не делать элементарных вещей, тем хуже будет для нас самих, тем глупее и даже бессмысленнее мы будем выглядеть в их глазах. Потому что страна, которая ведет борьбу на грани выживания с таким опаснейшим врагом, как Россия, не может себе позволить быть в роли розового пони, в роли идиота, который от всех требует, но сам ничего не делает. Поэтому, с одной стороны, я хочу поблагодарить поляков за то, что они сделали для Украины и делают. Несмотря на все сложности, которые имеют объективный характер, которые я неоднократно разбирал на этом канале. И, тем не менее, несмотря на все сложности, Польша сделала очень много для Украины. Она передала сотни своих танков советских и своих арсеналов, хорошо модернизированных, в хорошем состоянии. И фактически сама оказалась без танков. Поэтому Польша сейчас покупает большое количество бронетехники. Она передала часть своей авиации, МИГИ и комплектующие к ним. Она передала боеприпасы, и через нее идут боеприпасы. Польша является ключевым логистическим хабом, который обеспечивает поставки оружия и всего необходимого в Украину. Около 40-50% экспорта импорта сегодня идет через Польшу. Это сегодня самый быстрый путь по оказанию военной помощи в Украине через логистический хаб Жешуа и другие регионы Польши. Постоянно мы это все получаем. Поэтому мы должны, безусловно, поблагодарить и благодарить поляков за то, что они делают для нас. И, конечно же, не оставлять с помощью нашей дипломатии тему с возможной поддержкой странами НАТО Украины. То есть, я думаю, что рано или поздно это произойдет. И страны НАТО начнут сбивать российские ракеты в приграничной зоне. И это означает, что тот же самый Львов, тот же самый Луцк могут быть более-менее надежно прикрыты натовскими патриотами или другими системами. И это позволит разгрузить и без того перегруженную систему ПВО Украины для того, чтобы лучше прикрыть города на востоке, в центре страны Киев. Особенно на востоке страны, которые подвергаются безжалостным бомбардировкам со стороны России. И для того, чтобы это произошло, нужно просто работать. Не дожидаясь, пока наши союзники сделают то, что мы просим, делать то, что нам необходимо. И в конце концов, когда и Польша, и Штаты, и Германия, и Франция, и другие страны Запада увидят, что Украина вкладывается и предпринимает достаточно усилий для того, чтобы устоять перед этим жестким давлением со стороны агрессора, то они тоже будут дозревать к тому, чтобы оказывать нам больше поддержки и либо как минимум обеспечивать нас необходимыми технологиями, системами ПВО, боевыми самолетами и так далее. Потому что будут четко понимать, что коллапса Украины не произойдет, она устоит и, следовательно, эти усилия не будут бессмысленными. Поэтому здравомыслие, здравомыслие, еще раз здравомыслие, я хочу всем украинцам и Украине. И, конечно же, победы, которые это здравомыслие, и только это здравомыслие способно обеспечить. Спасибо за внимание.